Привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и всё, что с ним связано. В этом видео мы поговорим про такое интересное слово «себя». Часто ли вы слышали «себя»? Как вы чувствуете себя? «Себя» – это специальное слово, когда мы хотим показать, что действие направлено лично на вас или на человека, который совершает это действие. Точнее, «себя» – это возвратное местоимение. Надеюсь, что вы уже знакомы с возвратными глаголами. На канале уже было видео на эту тему. Эти глаголы обозначают действие на лицо, которое совершает это действие. И значение местоимения «себя» очень схоже со значением возвратных глаголов, то есть глаголов с постфиксом «ся». Очень важная особенность слова «себя» – это то, что у этого местоимения нет именительного падежа. No nominative case. И также местоимение «себя» не обладает формами рода, лица и числа. То есть мы не меняем слово «себя», когда говорим о мужчинах, о женщинах, о людях и так далее. Например, он купил себе кофе или они купили себе кофе. Одно и то же слово «себе», но в первом случае он купил себе кофе. Он один человек, и это мужчина. Они купили себе кофе. Это много людей, и они это сделали для себя. То есть это действие было направлено на них. Давайте посмотрим на местоимение «себя» по падежам. Nominative case. Именительный падеж. Нет вариантов. Родительный падеж. Genitive case. Он это делает для себя. Для кого? Дательный падеж. Не пойду к себе. Не пойду куда? К кому? К себе. Винительный падеж. Я вижу себя. Вижу кого? Себя. Творительный падеж. Любуюсь собой. Любуюсь кем? Любуюсь собой. И предложный падеж. Говорю о себе. Говорю о ком? О себе. Некоторые идиомы со словом «себя». Выходить из себя. Что значит потерять самообладание. Держать себя в руках. Что значит справиться с чувством гнева. Взять себя в руки. Очень похожая идиома, что обозначает добиться самоконтроля. Контроля над собой. Строить из себя. Показывать неправдивую информацию о себе. Корчить из себя. Показывать себя тем, кем ты не являешься. Возложить на себя. Это значит взять ответственность за что-либо. Чувствовать себя как дома. Не чувствовать, что вы гость в этом доме. Чувствовать себя как рыба в воде. Чувствовать себя комфортно, удобно, легко. Прийти в себя. Восстановить способность к трезвому мышлению. Постоять за себя. Защитить себя. И, конечно, это не все идиомы со словом себя. Если вы вспомните еще варианты, то пишите их в комментариях. Будем учить их вместе. А я вам скажу еще один вариант, когда будет форма себе. Иногда местоимение себе может стать частицей. Да, такое тоже бывает в русском языке. Например, а он знай себе шагает и шагает. Знай себе. Когда мы добавляем форму себе к глаголу. И слово себе будет не дополнением, а будет частицей. Которая придает глаголу значение самостоятельности, независимости действия. А он знай себе шагает и шагает. Вот и все. Это было видео о возвратном местоимении себя. Если у вас остались еще какие-то вопросы, то пишите их в комментариях. С удовольствием их обсужу вместе с вами. Если вдруг вы не хотите писать комментарий, то пишите ваши вопросы на электронную почту. А сегодня все. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить, общаться в социальных сетях. И пока-пока. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok